НИЖНЕЙ НОВГОРОД Сказать вам о писателе, который оказал огромнейшее влияние не только на российскую, но и на мировую культуру, было бы просто непростительно. Мы в доме у Максима Горького, писателя с удивительной судьбой. Так давайте же скорее пройдем внутрь и узнаем, как он жил, с кем общался, и самое главное, увидим его рабочий кабинет. В Нижнем Новгороде с Максимом Горьким связано несколько объектов, которые легко можно перепутать. Сегодня посетим музей-квартиру Горького в доме номер 19 на улице Симашко. Этот объект наиболее мемориален, теснее связан с Алексеем Максимовичем в разгаре его литературной карьеры. Вывески на нем присутствуют, но красный фон мало заметен на кирпичной стене. Скрытые от посторонних глаз плоские силуэты во дворе имеют неизвестное происхождение, ведь дом неоднократно менял владельцев, а жильцов и того чаще. Мы находимся в Нижнем Новгороде, и вообразить этот город без упоминания писателя Максима Горького просто невозможно. В следствии чего мы сегодня оказались в его доме-музее, и заведующая Алла Марковна любезно согласилась нам рассказать о нем немного побольше. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, первый вопрос, который у меня как человека, который знаком с его творчеством и относилась к нему неравнодушно, волнует это первоочередно то, что я знаю, что он оказал огромное неизгладимое впечатление как на Россию, даже более того. Так как он выезжал в Америку, он был знаком с Марком Туэном, но каково его влияние именно на Нижний Новгород, помимо того, что он здесь оставил как минимум два дома-музея? Ну да, у нас сейчас существует большое такое объединение, это Государственный музей Горького, в который входит литературный музей, музей квартиры, где мы с вами сейчас находимся, и музей детства, домик Акаширина, где он начал жить, где жил, когда ему было три годика. Это его самые последние, самые значимые квартиры, то есть начало его истоки, и вот как раз, когда он был в самом таком расцвете творческих сил, будучи молодым человеком, это вот как раз квартиры, где мы с вами сейчас находимся. Это если говорить о самом музее. Ну а то, что влияние Горького огромное на наш город, это, безусловно, еще будучи совсем молодым человеком, он только начинал издаваться, и как-то так получилось, что у него слава стала стремительной, он сразу стал большим литератором, и большие гонорары пошли, и уже когда вот живет он здесь, в этой квартире, а ему чуть-чуть больше 30 лет, вместе со своими, например, друзьями и знакомыми, он строит на свои средства, на средства знакомых, друзей, народный дом здесь, в Нижнем Новгороде, который сохранился до сих пор. Это сейчас несколько перестроенные здания оперного театра. Это вот, например, да. Еще о другом я хотела бы таком большом начинании Горького сказать, который тоже связан с этим домом во многом, это идея создать в Нижнем Новгороде еще один музей, художественный музей. Вот на тот момент, когда Горький живет здесь, был открыт историко-художественный музей, там, где сейчас Дмитриевская башня, где Кремль. А вот когда создали народный дом, то решили именно там тоже сделать художественный музей. А Горький уже в это время был знаком со многими художниками, с Репиным, он, кстати, был его первым иллюстратором, первым портретистом, с Васнецовым, Поленовым, Местеровым, Рерихом, Верещагиным, Савицким. Вот такого уровня художники уже начали собираться в коллекции Горького здесь, вот в этом доме. Собиралась специально для художественного музея в Народном доме. Но получилось так, что просто они материально это не потянули. И тогда по просьбе Горького Екатерина Павловна передала большую часть этой художественной коллекции в дар нашему историко-художественному музею. И сейчас эта коллекция тоже находится и в историческом музее, и в художественном музее. То есть, вот видите, очень много он оставил даже такого материально-духовного, я бы сказала, в нашем городе. Прямо сейчас мы находимся, как я понимаю, в комнате для гостей. Я уже по вашему рассказу могу себе вообразить, какие люди были здесь, кто садился за этот стол. Что интересного вы могли бы нам рассказать? Да, совершенно верно. Это вот была такая центральная комната в этом доме. Горький, как я уже говорила, уже в это время писатель известный, издается на 16 языках мира. И он в это время уже становится таким очень ярким драматургом, востребованным драматургом. И вот за тот момент, что он жил здесь, он дважды был награжден премией Грибоедова литературной за пьесу «Мещане» и за пьесу «На дне». И поэтому, конечно, сюда, в провинциальные Нижние, постоянно приезжали гости, знакомые, друзья. И многие даже жили в квартире у Горького. А вот по вечерам собирались за этим большим столом. Здесь собирались актеры, которых присылал сюда Станиславский. Специально для Народного дома, чтобы создать народный театр. Десять человек приехало, кто-то жил даже на квартире у Горького. И вот за этим большим столом шили костюмы, выбирали репертуар, обсуждали вот эту репертуарную политику. Ну и, конечно, здесь были писатели. Здесь был и Галина Михайловская, и Евгений Чириков. Был на гастролях, когда Иван Бунин, он тоже заходил сюда, в этот дом. И, конечно, здесь у Горького часто бывал Леонид Андреев, с которым они в это время были очень близки и дружны. Это если говорить о писателях. Ну и, конечно, здесь устраивались концерты Шаляпина, когда он жил здесь, в доме у Горького. Открывали двери и окна. Это был август месяц, было тепло. И люди даже под окнами стояли толпами и слушали голос замечательного певца. Был такой некий богемный дом, где собирались номерами писателей. Да, совершенно верно. Писательская интеллигенция. И сама Екатерина Павловна говорила, что в день было по 30-40 человек. И в одном из писем Горький пишет, в день идет какое-то жуткое коловращение людей. Вот такой был объем людей. Раз уж мы заговорили о такой культовой личности, как Шаляпин, который здесь был не просто гостем, который мог появиться и уйти, а он здесь жил достаточно продолжительное время, вплоть до того, что у него была своя комната, у нас есть возможность ее увидеть. Да, совершенно верно. Пойдемте, я вас приглашаю. Возвращение Горького в Нижний Новгород было поистине триумфальным. Он приобрел писательскую известность и гонорары. Целых 10 комнат семья снимала у тогдашнего владельца, барона Киршбаума. Здание было построено в 1861 году по проекту Ястребова. Изначально предполагалось использование как доходного дома. Поселение здесь Горького с семьей превратило неприметное жилище в городской культурный центр. Такая маленькая корзиночка для ягод. Это личная вещь тоже Шаляпина. Его ноты. Вот это рыболовные снасти, которые можно было открывать. Он такой заядлый был рыбак. А это вот самое интересное. Это такой дорожный НССР. В нем Шаляпин перевозил свой театральный грим и щеточки. Вот видите, вот эти вот все такие флакончики. Он такой знаком, а еще щеточки подвозят. Это специально для дорожных, когда он езжает в гастроли. Это, по сути дела, один из первых таких музеев, ну вообще первый музей, где о Шаляпине начали говорить таким музейным языком. Потому что в 1971 году он еще считался эмигрантом. И только уже через 10 лет откроется музей Шаляпина в Москве, и тогда вот в городе Ленинграде. И вот был такой момент, когда, собственно говоря, Ирине Федоровне, старшей дочери, Шаляпина, даже некуда было передать вещи своего знаменитого отца. Вот настолько он тогда был невостребован в нашей стране. И она начинает вот это делать, возрождение его памяти через имя Горького. Вот через музей Горького. Это альбом с видами народного дома. Вот таким образом выглядел этот самый народный дом, который строил Горький и свои друзья. Вот это как раз оперный театр. Но он сейчас уже перестроен. В 30-е годы его перестроили. А по просьбе Горького Федор Иванович Шаляпин открывал этот народный дом. Вот они отсюда, из этой квартиры ушли. Это было достаточно рядом с этим местом. И вот как раз открывали этот народный дом. И ему в этот концерт преподнесли фотографии Дмитриева с видами народного дома. А архитектор Малиновский этого дома тоже был их общий друг. Вот этот альбом у нас хранится сейчас в фондах музея. Решили сделать просто немыслимый вклад. Подарок городу, который до сих пор у нас является театром. Я, конечно, представляла, что у него будет огромный вклад, потому что у человека всемировое, всемировая известность, что в свой город он тоже точно вложил, но не представляла, что могут быть такие масштабы. Это впечатляет. Давайте пройдем. Я думаю, что мы можем посмотреть. Доподлинно известно о посещении квартиры писателя Буниным и Чеховым, визитами Андреева и художника Репина. Чаще других здесь бывал Федор Шаляпин, наезжавший в Нижний Новгород с концертами, в том числе в периоды проведения ярмара. Так, познакомились писатель и певец в 1900 году. Это спальная Пешковых. Здесь тоже очень тщательно восстанавливался вообще весь музей, благодаря Екатерине Павловне. Потому что, например, она сохранила даже шторы в каждой комнате. Они хранятся у нас в фондах музея. По ним восстанавливали точно такие же, какие были в то время. В каждой комнате разные шторы. Вот этот, допустим, туалетный столик, это было приданно Екатерине Павловне. Она его привезла с собой из Самары. И в шкатулочке две венчальные свечи Горького и его жены. Вот это она все сохранила. Есть вообще... Подлинные. Подлинные, да. Но это вы сейчас еще больше удивитесь, потому что вы обратите внимание на этот букет цветов. Вот этот букет цветов когда-то был подарен Горьким Екатерине Павловне. Он сохранился. Он сохранился, можете себе представить. Да, она его хранила всю жизнь, а уже после ее смерти на ее невестка Надежда Алексеевна передала в наш музей. Да. Сколько лет этому букету сказать очень трудно, но уже Горького с 36-го года нет. Да, и вряд ли он это делал в последние годы своей жизни. У них были очень дружеские отношения, но не было таких вот любовных отношений. Поэтому этому букету очень много лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова